Мало того, что выручку украли, так еще и под автобус попало. Такой вот двойной удар обрушился на кондуктора 52-го маршрута Жанну Былушкиным. Сейчас она находится в больнице и вспоминает, как на конечной остановке на Мещерском озере на нее набросились грабители. Приехали для очерки, два молодых человека. Сейчас просили. Конечный сейчас будет, я говорю, да. Вышли, шофер, глядеть, что дымит в кресло. Она говорит, я дымит. Глядя, я тоже ступенек спустил, ступенек. Тут у меня хватит сумку. Там и телефоночки, и... Она за ними побежала, ну и где-то через дорогу попала под автобус. Она за ними побежала, и между автобусом, как раз 41-й, видно, наш тоже ехал. Она под него угодила. Резко тормозить нам запрещают безопасники, чтобы пассажиры не падали. То есть 12 тонн весу. 1700, ну как бы эта сумма небольшая, но тем не менее, она, наверное, понимала, что ей надо деньги эти будет вкладывать. Должен был водитель помочь. Я не знаю, почему он не заступил. С монтажки вон рядом лежат, честно сказать. Баллонные ключи все под рукой. То есть можно было по ногам кинуть и, ну, женщины бежать. Это она тем более пожилая. А если бы еще водитель вас не бросил, не дай бог, то бежал бы, что за ней еще водитель это сбили, да? Я сказал, что тогда город без водителя и без кондуктора. Наверное, не стоило в такой ситуации гнаться, да? Но, опять же, здесь сыграли именно эмоции. Она защищала деньги, за которые она отчитывается, ну, и попыталась как бы остановить. Никаких мер кондуктору и не может быть принято. Сумма. Это не такая большая, да, чтобы кто-то что-то требовал. Самое главное, что она жива, да? Кстати, из-за нехватки кадров Жанна Былушкина была единственным кондуктором, работавшим на 52-м маршруте. Теперь там вообще кондукторов не осталось.